В социальных сетях тоже произошло немало интересного. На улице имени космонавтки Терешковой уплыл асфальт, в то время как на Сущинского работники дорожной службы мирно спали на скамейках во дворе. Отчаянные пассажиры катались в багажнике, а неравнодушные пользователи фотографировали грозу. Об этом и не только в интернет-обзоре расскажет Людмила Чикал. Утро понедельника у пользователей соцсетей началось с вопроса, можно ли спать на рабочем месте. Автору новости в паблике «Доска позора Саранск» Нелли Пименовой не понравилось, что работники ЖКХ вместо того, чтобы укладывать асфальт, мирно спят на скамейках во дворе. Но остальные пользователи ее не поддержали. В нашей стране все имеют право на отдых. Тем более в такую жару. И это, по мнению большинства, ничуть не хуже, чем играть в компьютерные игры в рабочее время. А Андрей Григорьев для пущей убедительности даже привел выдержку из Трудового кодекса о необходимости перерывов в работе. Главное, чтобы эти перерывы не сказались на качестве работы. А то вот на улице Терешковой, как сообщают подписчики «Привет, сейчас Саранск», асфальт всего год назад положили. А в этом его уже то ли дождем смыло, то ли ветром сдуло. Мнения разделились. Но за то, что дорогу эту лучше объезжать стороной, проголосовали единогласно. Уповают пешеходы и автолюбители лишь на чемпионат мира всемогущий. Вот придет он в Саранск в 2018 году и сразу все дороги починит. Нам тоже хочется в это верить. А вот во что верят и на что надеются те, кто по саранским дорогам катается в багажнике «Жигулей», непонятно. Но в своих бесшабашных развлечениях они явно не одиноки. За одну только ночь фотографии собрала почти полтысячи лайков и десятки одобрительных комментариев. Правда, в перемешку с неодобрительными. И это, оказывается, уже не первый случай, а практически эпидемия. Куда же смотрят доблестные сотрудники ГИБДД? Ведь пассажиры-то, мягко говоря, не пристегнуты. Тем временем в Розаевке новый скандал. В паблике «Доска позора Розаевка» обсуждают поборы с родителей первоклассников в гимназии номер один. Автор новости сообщает, что директор гимназии через преподавателей требует от родителей будущих школьников денежные средства на ремонт кабинетов. По три тысячи рублей с каждой семьи в виде добровольной финансовой помощи. И школьные завтраки в гимназии, как утверждают в комментариях, самые дорогие. Свыше двух тысяч в месяц. Насколько верны приведенные высказывания, утверждать не беремся. Это работа сотрудников прокуратуры. Лайк от редакции получают сегодня фотографии подписчика группы «Десятого канала» Сергея Карташова. Вчера он предупреждал пользователей об аномально жаркой ночи. Вероятно, чтобы все успели подготовиться и не перегрелись. А потом выложил фото молнии. Судя по сводкам новостей, от мощного удара стихии никто не пострадал. Зато полюбоваться ужасно красивым небесным явлением смогли многие. Вот такие внимательные и неравнодушные у нас подписчики. Присоединяйтесь, и мы обязательно покажем ваши новости в наших новостях.